Всем привет, друзья! С вами Евгений. И сегодня я вам расскажу немножко о такой полезительной программке, которая позволяет вам удалить любой софт, любую игру, практически не оставляя за собой никаких следов. Все мы с вами знаем, что устанавливаю какую-либо программу или игру, а потом, когда она надоедает, мы либо решаем ее удалить. И пользуемся, собственно, стандартным установщиком Windows, который мало того, что не удаляет полностью все файлы самой программы или игры. Ну, давайте возьмем, например, игры. Так вот, мало того, что эта стандартная херобуда не удаляет полностью все файлы игры, так еще остается в реестре дохерящей информации, различные ярлыки и тому подобное. Я давно перестал ей пользоваться, я пользовался разными сторонними программами и в последнее время остановился на программе, которая называется Uninstall Tool. Весьма удобная вещь. Помимо того, что она позволяет вам быстро удалить любое приложение, которое у вас установлено, также она делает это в более расширенном режиме, то есть находит все файлы, которые относятся к этой программке, чистит реестр, удаляет ярлыки, то есть любое упоминание об этой игре. Разумеется, если игра называется совершенно по-другому, то, возможно, какой-то мусор все-таки останется. Но в любом случае она делает это гораздо лучше, нежели стандартная программа для удаления в самой винде. Сразу скажу, я не претендую на оригинальность. Программ подобных немало. Я пользовался какой-то другой программой, которая также называлась Uninstall, но как-то по-другому. Но в данном случае я остановился на этой. Вы вправе выбирать какую угодно программу, но главное к тому, что я рекомендую не пользоваться стандартной софтиной. Давайте на примере удалим то, что я недавно устанавливал, и то, что, собственно, писал ролик. Кстати, он на канале уже должен быть. Это, собственно, такая великая хиенная игрушка, называемая Solus Project. Для начала у нас открыт реестр. Как видим, у нас есть записи в реестре по поводу данной игры. Давайте все свернем, проверим, потом останется что-нибудь или не останется. Так, все, что вы устанавливали из последнего, она всегда выделяет. То есть оно весьма полезно, если вы недавно установили дохеричи всяких игр, и некоторые из них вы хотите быстрее найти и быстрее удалить. Ну, надоело, не понравилось. Так вот, она, собственно, выделяет то, что было последнее установлено. Так, выделяем TheSouls Project. Да, мы хотим удалить. Так, папку установки игры тоже удаляем. Удаляем. Все, к чертовой бабушке. Мало того, что игра охуенная, так оно еще удаляет ее долго. Так, программа полностью удалена. Это было стандартное удаление. Теперь сама программа сканирует реестр на наличие информации по поводу данной игры, программы. Так, она у нас нашла папку. Папку тоже нахрен удаляет. Все, ну, типа как вроде как удалено. Ладно, давайте попробуем найти. Я думаю, что все-таки в реестре что-то да останется. Далеко не все приложения удаляются, так сказать, идеально. Если кто-то знает программу, которая более детально это делает, не надо мне рекомендовать всякие улучшалки, а-ля TuneUp, AusLogic BootSpeed и тому подобные программки. Я им не верю. Это все маркетинговый ход. Они якобы улучшают. На самом деле они, по сути дела, нихера не делают. Они выполняют стандартную функцию, чистят временные кэши и так далее и тому подобное. Особо никаких улучшений функционал они не несут. Поэтому не ведитесь на эти программы. Они абсолютно бесполезны. Чистить нужно временные файлы и всякие засирания самого компа. Нужно чистить ручками. А что конкретно чистить, гуглите. Я же вам в свою очередь показываю программку, которая поможет вам удалить игру, либо программу с наименьшим остатком мусора после нее. Поиск в реестре завершен. Как видите, абсолютно нет ни одного упоминания. Ну вот. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, об этом я и хотел рассказать. Так весьма классно. Даже не ожидал, что она все удалит. Я, честно говоря, никогда вот такие примеры не приводил. То есть я никогда не проверял, остается какой-то мусор после нее или нет. Но, как видим, чистит любое упоминание. Так мало того, что она удаляет сами игры, она еще удаляет, собственно, и ярлыки. Так, откроем папку с играми. Ну да, Solus Project нету. Папки нет. Она все удалила. В общем-таки, это одна из полезных программок, которыми пользуйтесь. Ссылку на скачивание, не знаю, может оставлю, но в любом случае гуглите. В общем, спасибо, что смотрели. Пользуйтесь хорошим проверенным софтом. Не забывайте подписываться и ставить лайки. С вами был Евген Ильич. Всем пока.